Ну что ж, дорогие друзья, пришло время объявить пятый рейтинговый бой по Муайтай. Весовая категория до 69 килограммов. В красном углу ринга Руслан Салманов. Беларусь, встречайте! Молодой спортсмен, 21 год ему, но тем не менее очень опытный. Провел он уже 12 боев на профессиональном ринге. Только одно поражение у белорусского спортсмена. Будет он в красном углу ринга находиться. Но достаточно много боев завершилось у него с ничейным результатом. Три боя. Ну а против него в синем углу ринга Андрей Потапов, благовещенский представитель школы тайского бокса. Пока поражений не знает. Чемпион Амурской Андрей Потапов, чемпион Амурской области по тайскому боксу. Чемпион Хабаровского края по тайскому боксу. И принзер Дальнего Востока по версии К1. Но наш благовещенец пока не появился. А наблюдаем мы в красном углу ринга Руслана Салматова. Он является призером Кубка России, чемпионом Дагестана. То есть много боев он провел в России. Вообще, насколько я понимаю, белорусы очень-очень много проводят боев в России. Едва ли не совмещенный чемпионат. Правильно я понимаю? Конечно, конечно. Ну, хочется отметить все-таки, что боец в красном углу из Дагестана, да, ну, в данный момент проживает и тренируется в Республике Беларусь. Еще раз хочу отметить, что на самом деле школа Муатая в Беларуси является, ну, одной из таких приоритетных, то есть сильная школа. Поэтому многие ребята едут тренироваться и выступать. Ну, увидим, в каком отличном настроении с улыбкой на ринг выходит благовещенец Андрей Потапов. Хороший боец, интересный боец. Веселый, дружелюбный. Да, ну, поединок всегда ведет очень агрессивно. Не сдает позиции. Ну, вот мы видим, что улыбки на его лице уже нету. Спокойный он, взвешен. Тренирует этого спортсмена также Евгений Ганин, ну, также Михаил Геремеев является его тренером. Дают ему наставление. Скорее всего, мы сейчас, как и перед всеми поединками тайского бокса, увидим небольшую разминку традиционную для тайского бокса. Ну, а затем и сам поединок, как мы говорили, весовая категория повышается. Если первый бой между Россией и Белоруссией было до 65 килограммов, то вот сейчас до 70, по 69 килограммов вес обоих спортсменов. Но при этом Благовещенец значительно выше ростом, метр 81 против метра 74 у Белоруса. На экране мы сейчас видим Андрея Потапова. Пожелаем ему удачи, поскольку, ну, как-то уже, не знаю, ну, 4 боя прошло, и ни в одном из них Благовещенцы победы не одержали. Будем надеяться, что Андрей Потапов эту тенденцию такую прервет, и мы увидим победу Благовещенца наконец-то. Будем надеяться. Да, видимо, что разминаются спортсмены. Ритуальный танец обязательный перед поединком. Этот ритуальный танец является одновременно и разминкой. Мы видим все-таки неполную его часть. Занимает он порядка, наверное, 7 минут, 5-7. Включает полную разминку, но вот перед подобными поединками бойцы уже размялись. Он в сокращенном варианте, но, тем не менее, он обязательно приветствует ринг и друг друга, спортсмены. Как и в любом виде спорта, в любом стиле, есть определенные свои ритуальные моменты. Можем назвать их ритуалом или определенными правилами. Ну, так положено исполнять именно в тайском боксе. Ну, что ж, Андрей Потапов от своего тренера Евгения Ганина получает наставление. И все, все готово к началу боя. Кстати, вот у белорусского спортсмена интересные шорты. Одна их из штанин значительно короче. Видимо, это основная ударная нога правая. Да, обозначаю. Сделано это для того, чтобы ему было удобнее бить. Чтобы ничто ему не мешало. Ну, вот такая интересная форма. Впервые, честно говоря, я вижу, обычно в традиционных тайских шортах выступают спортсмены. Нет, она просто заправлена и не более. Ну, вот здесь поактивнее начали спортсмены. Мы видим, что значительно едва ли не на пол головы выше Благовещенский боец. И вот он спокойно сейчас занял центр ринга. Ну, вот, судя по всему, ему гораздо удобнее держать на расстоянии белорусского бойца. Конечно, конечно. Пользуясь своим преимуществом, Благовещенский спортсмен просто обязан держать его на дистанции. Белорусский спортсмен будет пытаться войти в среднюю, ближнюю дистанцию и оттуда работать. Ну, сейчас очень эффектный удар он провел. Да, бэкфист, но попал он в перчатку, поэтому вряд ли это засчитают за очки. Но вот сейчас... По крайней мере, он дошел до цели и... Ну, да нет, в перчатку он попал, в защиту. Все-таки не попал он по полосу. Не будем спорить, оставим это все на... На усмотрение рефери. Ну, вот мы видим, что Благовещенский-то пока что более разнообразен, несмотря на то, что есть преимущество у Андрея Потапова в длинных руках. Тем не менее, в средней дистанции ему, судя по всему, неудобно, и поэтому он сразу в клинч входит, поэтому пока на вид более разнообразен. И скручивает своего соперника. Пропускает сейчас. Да. Руслан Салматов при этом идет вперед, словно, наверное, какой-то такой белорусский танк из игры World of Tanks, из знаменитой белорусской. Идет он вперед. Ну, действительно, ему нужно рвать дистанцию, видимо, насколько он ниже. А это очень-очень важно, если мы бы говорили о версии, например, драка, да, где можно побороться в партере, где-то не так чувствуется. То здесь... Снова проходит бэквист, начинает играть. А вот сейчас бэквист проходит белорусский спортсмен. Да, тут же играть здесь не надо, это профессиональные бои. Да, очревато. Но вот сейчас вновь и вновь еще два удара он пропустил от Благовещенца. Как только Александр находится на удачной для себя дистанции, удары он проводить может. И вот сейчас очень важна именно тактическая борьба здесь. Да, кто-кого переиграет. Главное не переиграть. И вот вновь и вновь бэквист демонстрирует Руслан Салматов. Но вот если первый раз он прошел, то вот сейчас уже дважды у него не получается довести этот удар. Прочитал эту тактику Благовещенец и не проходит. Хотя очень этот удар нравится.